Бывший премьер-министр Люксембурга и экс-глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер – главный претендент на пост президента Еврокомиссии. Кандидат, отпобедивший на майских выборах в Европарламент Европейской Народной Партии, поддерживает большинство его коллег, в том числе канцлер Германии Ангела Меркель. Однако один голос точно будет против него. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон уверен, что Юнкер слишком привержен идее евроинтеграции и не услышит призывы к реформам. «Я считаю, что все вовлечённые люди должны понимать, и Европе нужны реформы, – говорит Кэмерон. – И неважно, как настойчиво мне придётся продвигать эту идею, я доведу её до конца». Но попытки Кэмерону заручиться поддержкой среди коллег провалились. Лидеры Швеции и Голландии изначально разделяли его позиции, но затем также решили поддержать Юнкера. Великобритания в своём протесте осталась одинока, и, как считают некоторые эксперты, её изоляция может поставить под вопрос членство королевства в ЕС. «Я уверен, что Юнкер и слабые позиции Великобритании в составе Еврокомиссии, – рассказывает эксперт, – могут увеличить шансы выхода Великобритании из Евросоюза в 2016 году или наверняка в 2017». Накануне саммита, в столетии начала Первой мировой войны, европейские лидеры посетили бельгийский город Ипор, что стало редким моментом единства. Но уже в пятницу оно может вновь пошатнуться из-за глубоких разногласий по поводу того, кто должен занять ключевой пост Евросоюза. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok